Музыка Ух ты, как здорово! Родители тоже собрались в концерт смотреть. Я же говорил, что твои мамы с папой современные люди. А что, нашествие вот по этому каналу будет? Какая такая нашествие? Ой, ну вот, папа опять в своем репертуаре. Собрався смотреть рок-фестиваль, не знаю, как он называется. А что, Ротару разве в рок-фестивале участвуют? А мы что, будем Ротару смотреть? Да, ну что, замечательная певица. Не то, что эти ваши финтифлюшки. Между прочим, мы на ее концерт с папой познакомились. Да. Это было так романтично. Да. Червону руку не шукай. Заводная была. Ой, да помнишь, Аркаш. Как? Как такое не помнить? Господи, везде дефицит, а там Жигулевская в буфете. Прекрасные воспоминания. Ну, давайте все-таки переключим. У нас все-таки телевизор сломался. Мы тут, кстати, с Андреей пиво купили. Ага. Ну, какая разница, что смотреть по-друге? Я думаю... Дочь, имей совесть. Имей совесть. Папа так столько ждал этого концерта. Нет, я... Скажи, Маркаш, скажи. Ждал, конечно, но... Ну, может быть, им важнее как-то... Кровее жесткость, тюфяк. Так, мама, ну нельзя же думать только о себе. Тюфяк! Вот тоже мне, да? Как не только о себе думает? Что вы думаете, я ради удовольствия по этим свадьбам бегаю? Честно говоря, да. Да. Вы потом так рассказываете заинтересованно, вот какие там были напитки, какая там была еда, какие там... А почему не все-то вообще? А при том! Ты побегай с моего! Может быть, тогда на новый телевизор заработал бы. Так, Светлана Алексеевна... Не повышай голос на мать! Что ты думаешь, надел новые вот эти штаны и можешь грубить? У меня, между прочим, старые штаны. Тем более! Что ты думаешь, в старых штанах можно вякать? Ты иди за работы на новые, понимаешь? Тогда вякай с ней! А, вот так вот, да? А вы еще напомните, что я в вашей квартире живу. Кстати, между прочим, ты живешь в моей квартире. Ну все! Нет, хватит, Марина, всему есть предел. Собирайся, мы идем снимать квартиру. Все! Ну не горячитесь, ребята. Пусть горячатся! Куда они пойдут? В этот, в Вигвам Занзенбурдийск. Ого-го-го! Нету в Занзенбуррунде Вигвама! Нет, Света, у них даже Вигвама! А, ты на это, папа, не тебе судить! Ты вообще другие города на денежных купюрах видишь! Пойдем! Возьми пиво, собираемся! Я, между прочим, от двух командировок отказался! Один в Череповец, другой в Болгарию! Ну, в Болгарию я так добавлю! Воображай! А, вот же! Две двухкомнатные на четырехкомнатную! Отличный вариант! Ты сказал, отличный вариант? С вашей доплатой! Не, у тебя послышалось. Да, вообще, хорошие варианты есть? Да полно этих вариантов. Но нам подходят только плохие. Кстати, твои родители действительно согласились разменять квартиру? Да, действительно. Папа сказал, что в Африке привыкли кочевать, а моя дочь не должна шарахаться по чужим квартирам. А вы что, серьезно хотите разъезжаться? Да. А что? Ну, вот я подумала, кто за вас будет гладить, и еще стирать за вот это вот телевизор. А, да ты все знаешь уже. Тем лучше, знаешь что, сходи принеси газеты и помоги мне с обменом. Ну, помочь-то не трудно. Вот главное, чтобы только школа была рядом, а то как же вы будете на родительские собрания ходить? Э-э-э, подожди, ты что, с нами решил переездить? Ну, а как вы еще хотите? Вы старых родителей бросаете, и еще хотите меня им нагрузку оставить? Есть предложения. Я на приемленных условиях могу помирить вас и родителей. Ну, например, за сочинение по сказкам Пушкина. Так, по-моему, вы делаете проблему из ничего. Юра, я буду ходить к тебе на собрание, а Анри найдет работу и будет зарабатывать много денег. Я сказала, по Пушкину, а не на свободную тему. Между прочим, я верю в Анри. Ему просто раньше самостоятельности не хватало. Да-да-да-да, мы начнем новую, новую жизнь, и у нас все будет отлично. Это что, как его, аутотренинг, что ли? Ну, не буду им мешать. Но вы все-таки подумайте над моим предложением. Вот такие вот теперь молодые диктуют, что и когда нам смотреть. А завтра в коридор жить отправят. Ну, вы же старшие, должны быть мудрее. Анри с Мариной еще совсем дети. Этим детям своих детей уже давно пора иметь. Вот когда заимеют своих детей, поймут, что радости в этом не так много. Света, ну, будь ты умней. Ну, это же твоя дочь. Да, она прежде всего жена принца и завтрак. Родители старых вообще со скал сбрасывают. Я фильм не видел. Ну, это японский фильм. Это режиссер Имамура. Нет, 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 Аркадий, ты что-то путаешь. Да какая разница, Япония там или это Африка, Азия одним словом. Ну, мы же одна семья. Ну, нельзя же нам делить ее на две части. Две части? А что? Слышь, Свет, это идея. Я вообще не хочу ничего с ними иметь общего. Пока мы не разъехались, вот надо вот это квартиру им поделить. Раз, два, чё. Да, и вот это по-взрослому. Да. А вы еще графики повесьте на стенах. Что, посещение туалета и ванной. И вот этот диван разделите на две части. Свет, слышь, мама твоя, ой, какие правильные вещи были. Надо еще решить, кто будет платить за телефон и за Свет. Да, и питание, что было раздельным. Мама, ну как же я раньше-то не догадалась. Слушай, как же молодец какая. Ты гений, мама просто. Вот пусть Марина сама своему Андрею готовит, раз мать на него поменяла. Екатерина Андреевна, вы видите, как мы относимся к родителям? Ваше слово для нас закон. Поверьте мне, как специалисту, это очень выгодный вариант. Двухкомнатная квартира в Капутне и однокомнатная в Серпухове. Лучше вы ничего не найдете. Да, ну согласятся ли родители ехать в Серпухов? Ой, там такая экология, вы что? Ну, лучшее место провести остаток жизни. А Андрей с Мариной будут проводить остаток жизни в Капутне, да? Тогда их родители точно переживут. Там же экология, там воздух, гостями можно собирать. Геннадий Александрович, а есть еще варианты? Вот хороший вариант, значит, двухкомнатная квартира в Химках и однокомнатная на Арбате. О, неплохо. Значит, родителям мы отдадим двухкомнатную, ну, а сами на Арбате в однокомнатной поючим. Ну, что делать? Ну-ка, дайте-ка бумаги посмотреть. Пожалуйста. Там же однокомнатная с подселением. Да какое подселение? Бабушке с 75 лет. Ну, год-два потерпи. А если жутким характером попадется, она и вас переживет. Марина, я не понимаю, кто разъезжается, вы или ваша глубоко уважаемая подруга. Скажите, пожалуйста, может быть, есть еще какой-нибудь вариант? Я не знаю. Есть, значит, последний вариант. Вот, меняю две двухкомнатные на четырехкомнатные. Одна квартира в Крылатском, другая в Кунцево. О, ну так аж ты же бы сразу не сказали про этот вариант, а? Так он и сейчас тебе не сказал, что в Кунцево с частичными удобствами. Понимаете, Геннадий Александрович, мы-то с мужем вот обеими руками за, а вот родители, я боюсь, на частичные как-то вот не согласятся. Ну, и живите дальше вместе. В конце концов, скандалы, это не смертельно. Попреки родителям можно потерпеть. Подождите, что вы там говорили про Кунцево? Вот это деловой разговор. Так не годится, сынок. Ты почему в ванной свет не выключил? Ну что за тобой, по пятам ходить, что ли? Я его даже не включал. Я в ванной еще и с утра не был. А-а-а, значит, он сам включился. Или к нам незаметно соседка пришла и забыла выключить. Может быть, к вам незаметно соседка пришла. Я-то не знаю, вам-то видней. Дядя Аркадий, это я в ванной свет забыл выключить. Зря вы, Андрей, ругаете. Да ничего, ему полезно для профилактики. Он когда переедет, то я ему тогда в подарок прожектор подарю. Пусть в ванной установит. Наконец-то, хоть какой-то подарок за три года. Сегодня вечером придет риэлтор. Мы, наконец-таки, с вами разъедемся. И будем сами платить за электричество. Ха-ха, если есть чем. Может, вы будете разъезжаться из-за того, что не могли поделить Ротару и нашествие? Нет, Юра. Просто мы с мамой уже три года это нашествие терпим. Юрочка, мы должны помирить наших и помешать им разменять квартиру. Идеи есть? Я могу Маринке телевизор, ремонт отнести. И это все? Нет. Ради своих близких мы должны быть готовы на подвиги. Ладно, я заплачу за ремонт. Да нет, дело не в этом. Деньги на ремонт я дам. Нужно отвадить риэлтора. Может, что, пугать его? О, это я могу. Два у нас в деревне девчонок до визгу доводил. И засунешь лягушку за шерон. Алика! А может быть, сказать, что мы все здесь ненормальные? Ну, когда он это сам поймет, когда дома у нас все булочки. Юра. Екатерина Андреевна, не волнуйтесь. Что-нибудь придумаем. Ослужим риэлтора по высшему разряду. Нет, нет, нет. Да нам звонили, нам звонили. Да ты что, не можешь один звонок от двух отличить? Я могу. Но вот ученые считают, что в старости намного хуже слух. Ты на что это намекаешь? Здрасте. Ну, что вы не открываете соседи? Я уже седьмой раз звоню. Здравствуйте, Валентина. Здрасте. Вы присаживайтесь. Чай, кофе. Да, спасибо. Стой! Ты сейчас из моей банки насыплешь. Валентина, ты к кому пришла? К вам, а к кому же еще? Не садись! Ты скажи конкретно, ты к кому? К нам с Аркадемой или к этим двум выскочкам? А это вы кого-то вы выскочками называете. Если хотите знать, то я знаете что? Я могу сесть. Нет? А я к вам лучше попозже зайду. Ой, заходите. Вот мы с Мариной будем очень рады. Да. Заходи, Валя, к Марине сандри, если хочешь вчерашнего чая без варенья. У них сейчас диетическое меню. Правее. Еще правее. Сейчас будет пограничный конфликт. Ну что с моей территорией? Ты видишь? Ты видишь, что я сижу на своей половине? И скотч, между прочим, покупала я, так что имею полное право на нем сидеть. Вот-вот. Ничего в дом, кроме скотча, не купила, а права качаешь. И что же это такое творится, а, господа хорошие? Ну, раз уж мы договорились, так давайте, давайте вести себя в соответствующее, а? Что случилось, милая? Ерунда. Светлана Алексеевна, вместо своего вот этого сыра нашу колбасу взяла. Мы в школе ябедом темную устраивали. Каша, а Анри брал твою пену для бритья? Темную, говоришь? Я ничего не брал. Я ничего не брал. Я вообще несколько дней уже не брился. Она тебе вообще систина не видна. А вот темная, нет, не важно. Ты ванну занимал на полторы минуты дольше, чем обычно. Я когда чинил, он опять расшатался, я его чинил. Сантехника, сантехника в руках дикаря это кусок железа, не смей трогать. Понял? А пусть лучше Анри трогает, он, по крайней мере, не сломает ничего. А ты, между прочим, сними-ка футболку, иначе забудешь, как тапочки. Ах так, Натя, не рейте, пожалуйста, что обретит меня? Голым ходить буду. Давай, давай, а тебя тараканов распугаешь, и то пользы. Ну вот, спасибо. Папа, вольниками футболка, была. Мама, ты не однажишь мне свою швейную машинку, а я тебе там своим феном попользуюсь. Вот видишь, мать, дорогущую машинку хотят на какой-то копеечный фен поменять. швейную машинку. Мариночка, ну зачем вам жить отдельно? Ну, кто за вашими детьми будет присматривать? А потом в преферансию будете вдвоем играть? Ой, бабушка, детей в язре отдадим, ничего страшного. А вот насчет преферансия это надо подумать. Так, 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 это, это наше, это их, это тоже наше, так, а это что такое? Жарко из баракуды с коренями. Тут ты, папины дурацкие шутки. В помойку. Твой прабабушка, то есть твой прадедушка тоже съехал с прабабушкой от родителей. А потом Первая мировая война началась. Не вижу связи. Ну, я тебе привела факт, а там делай выводы. Так, никто мою жарко из баракуды не видел? Вот специально же глупость написала, чтобы никто этот салат до ужаса не съел. Пойдется ужинать одними макаронами. Ну, ты займи у Маришки пару котлет. А? Марин, ну, отдадим укропу. Нет, у меня Анри рис с жареным укропом есть не будет. Вы проходите, проходите. Присаживайтесь. Хотите, я вам чаю принесу? Хочу, спасибо. у нас коник деревни был. Чай мастер был заваривать. Он у него такой был крепкий, наваристый. А это все потому, что у него был особый секрет. И какой же? Он его на мухоморах настаивал. Еле-еле у него этот секрет выпытал. Мне лучше кофе. А кофе у нас Маринка извела на ворожбу и гадание. Спасибо. Ничего не надо. Ты позови лучше взрослых. Дядя Аркадий сейчас придет. Он только Пафну тебя покормит. Очень смешное имя для собаки. Конечно собака. Кто у нас домашнее привидение такое? Дядя Аркадий в нем души не чает. Он роднее так не заботится как обо этом. Дядя твой случайно не того? Нет. У нас вся семья Пафну тебя любит. Он же такой безобидный. Посол там иногда может побьет. Ну пробки повыкручивает. Соседки туалет затопил. Но она сама виновата. Она из его миски поела. Соседка ела? Она что тоже ненормальная? Что есть, то есть. Соседи у нас конечно не сахар. Слева у нас живут пьяницы, справа воровская малина. Мальчик, а в своем уме кто-нибудь в доме есть? Бабушка, но ей с утра на голову кастрюля упала. Как упала? Дядя Аркадий в домового целился и промахнулся. Аркадий, там риэлтор пришел. Ага, все, иду с ним разговаривать. Погоди, погоди, у него какой-то странный клиент. Хочет, чтобы квартира была непременно с привидением. А зачем это? Не знаю, то ли ученый какой-то, то ли просто псих. А, если ученый, то может и псих. Так мы же спровадим его по-добру, по-здорову-то. Нет, не надо, Екатерина Андреевна. Нам главное, чтобы этот размер прошел без сучка и задоринки. А это привидение я ему устрою. Мне это как два пальца как раз плюнуть. Я его еще с Валентиной познакомлю. Призрака вполне достаточно. Ну, если достаточно, то достаточно. А я ему сейчас такой цирк устрою. нам еще и доплатят при размене. Все, беру на себя. Извините, простите, пожалуйста. Аркадий Борисович, так понимаю. Он самый. Извините, все домашние тела. Понимаю, понимаю. Так, что насчет квартиры? Квартирка потрясающая, просторная. На втором этаже много темных коморок. Веденье, море. привидение? Да. А, помню, помню. Здрасте. Анри, ты домового покормил? Какого домового? Ну, тот, который в ванной. Кухну я уже покормил. Аркадий Борисович, что-то у вас глаз дергается? Может, вы простыли? О, какой-то вы не такой. Какая-то атмосферка в квартире просто накаляется. И вдруг шабаш намечается. Шабаш. Ой, Аркадий Борисович, холодная вода принести? Что это? Это ваше привидение? Господи, какое привидение? Что вы наговорили, Аркадий Борисович? Правду. Я ничего не приукрасил. Понятно? У нас такое талантливое привидение. Пожалуйста, на Магдалине, на гармошке, на чем хочешь играй. Так клиентам своим и передайте. Передам. Обязательно передам, но мне надо уже идти. Да подождите, вы на ужин останьтесь, сейчас придут вампиры, свежие крови выпьете. Нет, нет, спасибо, у меня столько дел. Я вас прошу, не обращайте внимания, папа просто заболел. Аркадий Борисович, завтра к полуночи приходите и поучаствуйте в жертвоприношении. Все, спасибо, я пошел смотреть футбол. Какой такой футбол? Там же сейчас Город Ангелов начинает. Я тоже хотел посмотреть этот фильм. Не-не, никаких фильмов, локоматчев играет. Ну, вы тут спорьте, а я пойду включать. Да. как это включать? Ну, что, твой телевизор? Вот, не ты купил, не тебе и включать. Нет, я слышала, господи, как хорошо, что мы переезжаем. Мама, конечно, не совсем права, но ведь тут Город Ангелов, какой-то футбол. Я сказала, будем смотреть фильм. Правильно, Светочка, только не горячись, мы сначала посмотрим Лигу Чемпионов. Понимаешь, я это неделю ждал. О, молодец, Аркадий Борисович, молодец. Не давайте им спуск. Так, я сказала, никакого футбола. А я сказал, что мы с зятем будем смотреть футбол. А он без зятем. Вот и живите со своим зятем, а я буду с дочкой жить и смотреть Город Ангелов. Ну, конечно, уже. Тут недавно собирались разъезжаться, а здесь жить с дочкой. Нет, мы с Мариной будем жить отдельно и смотреть то, что мы захотим. Ну, нет уж. Если ты хочешь переехать, чтобы смотреть свой футбол, я остаюсь с мамой. Ничего, Андрей, будем жить вместе. Это лафа, тут никто тебя не пилит. Никаких этих глупых сериалов. Это праздник у нас. Это я тебя пью, а я смотрю глупые сериалы. Всем привет. Там телевизор с ремонтом привезли. Помогите занести. Так, Аркаша, Андриша, быстро принесите телевизор. Андриша, вы что, уже не разрешаетесь? Да. Похоже, что жить с мужем ничуть не лучше, чем с дочкой и с зятем. А в монастырь мне пока еще рада. Отлично. Тогда гоните мне 500 рублей за ремонт. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok